Девушки отдыхают 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 каких-то навыков. Здесь нельзя целиться из оружия. Патроны в пушке Морита-1 бесконечные. Приходится поливать просто веером от бедра каждого таракана, чтобы он сдох. Как бы у Жуков нет такой точки G, в которой бы он ваншотился. Да, и союзников нельзя убить. В игре есть озвучка, которая очень даже радует. А, я думал, я с этим разговариваю. Они знакомы с тактикой плазмоидов и знают, как и когда можно перейти холм. Видите, с отделением оставайся, говорит. Но у них-то нету костюма мародера. У меня есть. Я бегаю и так быстро. Дело еще... А, я не стал записывать начало игры, обучающую миссию, потому что она не очень-то интересна. Такая посредственная фигня, в общем-то, в духе Звездного Десанта какого-то. Но что мне там не нравится, то, что ты там, типа, просыпаешься, первый день ты в этом спецназе, ты опоздал, и тебе говорят, а, типичный мародер. Че, типа, каких-то только распиздяев, что ли, в элитные отряды набирают. Какая-то странная, футболистическая. Странно, что здесь идет обстрел плазмоидами, да, плазмоиды лупят вслепую по этому участку планеты зачем-то. Но здесь сидит вот этот чувак, который то ли наблевал, то ли обоссался, и он жив. В то время, как всех остальных разорвало. Мне кажется, он что-то знает. Что-то знает о жуках и плазмидах, плазмоидах, то есть, надо было бы взять его с собой. Мне кажется, он просто эксперт по выживанию. Почему сюда снаряд не упал? Какой худенький солдатик был, не доедал, наверное. Еще один сидит блюет. Каких слабохарактерных набрали в звездный десант. Конечно, зачем? Пусть жуки всех съедят. Здесь будут такие... Здесь-я! Здесь-я! Правильно говори, сука, здесь-я! Здесь будут локации из фильма, кстати, некоторые, типа вот та крепость, которую, помните, жук-броненосец там сжег. Ну, я надеюсь, я думаю, все смотрят звездный десант. Есть пушка, которая бьет бронебойных, это что-то такое. Это одно и то же? Нет, это разные. А, здесь... Здесь подстволка, а здесь дробовик во вторичном оружии. У каждой пушки здесь, как в суде Дреди, знаете, многофункциональный. Смотрите, сколько жуков, а? Неплохо. А как вам такая граната? Четыре. Три. Блядь, передержал. Пока хотел, чтобы она посчитала побольше. А у Мариты тоже есть подстволка? Я не помню. Вот, причем, обучению стрельбы из побочного оружия не обучают в начальной миссии. Я помню, что первую миссию я проходил чисто стреляя из оружия, без гранат, и у этого было очень тяжело. То есть, даже... Даже на средней сложности в этой игре такие замесы, что вы периодически будете дохнуть в каких-то миссиях просто из-за обилия врагов. Они кажутся просто бесконечными, но на самом деле нет. На самом деле они все-таки ограничены. Просто их реально очень дохрена. Ну так тараканы же плодятся, ёптись. Видите, и бойцы стреляют, они реально убивают кого-то, они, то есть, не для красоты тут присутствуют. В какой еще игре того года такое было? Тогда даже в мафии, по-моему, ваши подельники скорее для красоты стреляли, нежели реально убивали каких-то полицейских, которые там на вас нападают. Опа-опа-опа-опа! Эх, такая ностальгия. Просто печаль. Такое чувство, что я как будто только вчера эту игру проходил. Сейчас тут, по-моему, еще инженера дадут прикрывать. Сука, когда я в первый раз играл, этот пидор сдох у меня раз 20 просто. Он бежит вперед, ему насрать, что вы за ним не успеваете. Уникальность. Я уж думал, эта граната никогда уже не взорвется. Она в руке, а считает быстрее, чем после того, как упадет. Ах, красотища. Кстати, после этой игры вышла как раз заключительная часть Звездного десанта. Так и называлась, по-моему, проект Мародер. Кирпичи летающие, пиздец. Мародер только там не в таком костюме спецназовца, а такой робот здоровый, которому они сидели. Самый прикол, что за всю игру вы другого мародера здесь не встретите, по крайней мере, живого. Мертвого будете, да, одного находите, но живых нет. Что странно, то есть, они придумали супер костюм, но дали его, блядь, одному человеку? Это чё, сука, Тони Старк, что ли, а вооружайте армию, ё-моё. Вот, три лобстера, лобстера, сука, бегают. Но это, они, по-моему, безобидны, на самом деле. Я, кстати, не помню, бесконечное тут здоровье, оно восстанавливается, или аптечки надо подбирать, вот вообще не помню, хоть убей. Блин, жуки на такие куски распадаются, что просто, ха-ха. Пять. Да ёбаный ты покебол, блядь, что ж ты, сука, опружинишь-то? Пикачу, вызываю тебя! Сука, она, походу, никогда не взорвётся. Пять. Четыре. Удар молнией. Я чё-то не знаю, как, как надо было эти бочки обходить. Воу-воу-воу-воу. Так, возьму пока что-нибудь другое. Здесь нету спринта, кстати. Главный герой всегда здесь бегает на максимальном ускорении. Ёптаю налево. Вот, наверное, у каждого есть какой-нибудь свой любимый, любимый древний шутер. Что странно, вот почему именно меня, самого крутого бойца, отправили собирать это говно. Ему даже похер, что я его не слушаю, он стоит что-то выговаривает. Вот, помню, из АТО про Вилл Рок про свой писал в эту рубрику, то есть, ну, от возраста зависит. У кого-то Вилл Рок, у кого-то это кризис. О, я спас его? Нет, по-моему, он опиздюлился. Он шлем один остался. Вот, вот, надо защищать сантехника, и это просто пиздец. Давай, инженер. Нахуй мне показывать, как это делается. Думаешь, я буду этим заниматься, потому что... Вот, вот в этой миссии у меня то ли не было... А, а, да, у меня были гранаты, под стволки не было. То есть, в смысле, я из под стволки почему-то я не стрелял. Я не помню, короче, даже, что именно мне мешало, но постоянно этого инженера съедали, короче. Он был жутко невезучий. Может быть, с годами здесь сложность как-то убавили. Тогда-то я просто вообще купил диск в переходе, блин, там вообще хрен знает, что творилось. Ох уж эти диски из перехода, да? Ха-ха-ха. Какое только говно тогда не выпускали с красивой обложкой, известным названием, и всё это скупалось. Я уже не раз упоминал, блядь, терминатор восстания машин, где типа Counter-Strike только про вселенную терминатора. А, то есть я должен блоки вставлять. Тогда нахуй мне вообще нужен этот инженер, если я вставляю. Я могу без него бегать, нажимать на кнопку. А, он ящик открывает. А, вот видите, видите, что он делает? Он бежит, ему, блядь, похуй. О, он опиздюливает. Смотрите, у него уже половины здоровья нет. И таких миссий в этой игре полно. Она, блин, сложна не тем, что вас убивают, она сложна вот такими заданиями. Или там убить там паука-патриарха, блядь, какого-то в комнате, где патронов нету. А, все, он уже при смерти, болван, блядь. Я еще сам опиздюливаюсь, блядь. Все, пиздец, его сожрали. Вот, ну не мудак. Вон, смотрите, там Джона Рико. Загрузить игру. А, я еще и сохраняться сам должен был. Это, блядь, очень интересно. Отсутствие чекпоинтов, которое не было мною обнаружено своевременно, это просто боль. Реально, весь этот уровень пришлось проходить сюда, сука, сначала. Просто эту жертву мою невозможно переоценить, знаю. То есть, помятуя, вот это место, где надо идти вместе с бойцами под огнем плазмоидов, постоянно ждать, то есть, когда тебе дадут команду, бежать. То есть, это не тот уровень, который можно просто быстро пройти. Непонятно почему, но на первом уровне тебе уже дают бронебойные пушки, хотя ни одного бронебойного жука, бронированного, вернее, здесь нет. С жуков отстреливают с какие-то лапки, но мне кажется, что это как-то рандомно происходит. Очень как-то эта пушка, мне кажется, плохонько валит обычных жуков. То есть, обычных реально Марита убивает что-то быстрее, хотя она хуже. По легенде. Но у нее скорострельность выше, наверное, в этом дело. Да, бронированных она вообще не дамажит, но... Ну все, пиздец, опять он пошел. Ему бы вот хоть немножечко мозгов, дали бы хотя бы чайную ложку мозга, блин. Смотрите, все, он уже опять напиздюлился. Я так понимаю, что надо просто его своим телом буквально прикрывать, провоцировать жуков, бить. Не готово нихуя, что ты, блять, не отвлекаешь, долбоеб. И все, и он уже дальше побежал, ему уже нахуй ничего не надо. Где он, блин? Сука, отмороз, блять. А это при том, что в игре есть перегрев, перезарядка, то есть я просто не могу успевать раскладывать эти толпы. Вот. Самое сложное это был второй барьер. Тут-то все нормально. Более-менее. Все, три барьера, может, можешь сдохнуть, тварь. Миссия выполнена. Мы уже одной ногой на планете. Осталось занести вторую и прихлопнуть Я одной ногой в гробу уже. Опять очередной блядь. А, вон, все-таки есть аптечки здесь. Щит здесь восстанавливается, да, а здоровья нет. Здоровья надо все-таки собирать хилки. Где мой корабль? Эй, мародер, предстоит нелегкое утро. Завтрак и кофе не обещаю. Забирайся на борт. Слышь, дорогая, я от твоего голоса сейчас чуть не насрал, блядь, реально. В свой мародерский бронекостюм. Нахуй так громко-то орать. Реально, блядь, она громче, чем мой автомат орет. Самолетики так на Дюну-2 чем-то напоминают вот эти Харвестероносцы. Сзади кадр из фильма, причем из самого конца. Ну, благо, что на современных компах это все быстро грузится, а тогда, вот в 2005 году, реально успевал послушать весь полный брифинг, пока что-то нибудь загрузится. воин, уропуги, жуки-воины, основная сила армии, рахни. А, вот, застава 29. Сложно попасть туда и сложно выбраться оттуда. Да, да, да. Но, в принципе, учитывая, что на этих заставках достаточно слушать, читать не надо, было терпимо. Кадры из фильма. Интересно, Ютуб их распознает. Да не, не в таком качестве. Ох, скачаю я сегодня чувствую звездного десанта посмотреть. Поэтому заставку смотреть не буду. Опять ничего не слышно. мародер, забирайся на стену и защищай аванпост. Так дайте я за пулемет стационарный встану. Нет, потому что стационарных пулеметчиков здесь и без вас хватает. Что мне нравится, что в этой игре, по-моему, нет ни одной миссии за стационаркой, кстати, вообще ни одной. Блядь, это так круто. Вот бы вторую часть сейчас сделали, а. такую атмосферную, шикарную. Прыжок такой вообще вот в этой игре, реально, на два сантиметра. Они вернутся. Кто вернутся, мы всех убили. Знакомая пулеметная вышечка из фильма, кстати. флот вам не поможет, пока не заработают маяки. Последний катер разбился на подлете, и это еще не все плохие новости. В грузовом отсеке катера должен быть энергоблок. С его помощью можно включить маяк. А давно это открыто? Не будем заострять внимание на логике того, что он сейчас втирает, а втирает он какую-то дичь. А вот и бронированные. Вот это нашествие полчища жуков только что пережил солдат, который здесь стоял. Во-вторых, что вообще они здесь делают? Их тоже отправили маяк подбирать или что? Ух ты, блядь. Тигровые, тигровые тарантулы. Почему-то они не нападают толпой. Они ждут, пока я убью их товарища. Потом остальные подтягиваются. Странно, что в отличие от Fallout 2015 года, даже в игре 2005 года оружие не перезаряжается путем смены смены пушки в руках через инвентарь. Блядь. Как их заебно убивать? Четыре. Не знаю, почему они меня не бьют. А, я знаю почему, потому что это первое появление в игре этих жуков. Они просто, они просто немножко пассивны, поэтому в дальнейших миссиях они будут жопу рвать на ура. Так, надо автосейф нажать обязательно. Сколько я раз горел на том, что забывал нажимать F5 в этой игре. Похоже, груз расшвыряло при падении. Воспользуйся для поиска датчиками скафандра. Интересно, и как я, блядь, ношу эти ящики? Ему даже мина не указ. Главное, почему-то мы не пошли сюда отрядом, почему-то послали одного меня. Я им вообще не дорог, но мной не дорожат как боевой единицей крутого спецназа за мой костюм никто не переживает, как в Крайзисе. Иди, говорят, ебаш. Эти бочки, это, блин, существенная помощь, на самом деле, вот в этом месте. Ну, вы сами видите, да, сколько жуков. Единственное, что у них мозгов никогда, вот на протяжении всей игры, у них не хватает мозгов кружить. Они постоянно бегут какой-то струей за вами вслед, там, до гонка. То есть, на перерез, на перерез, тут-то редко, когда они кидаются. Ну, либо дизайн уровней так сделан. Я помню, что из какой-то воронки надо уходить, просто вы бежите по спирали вверх, а за вами просто струя этих пауков, блядь, бесконечная. Хотя они, мне кажется, по стенам должны уметь лазить и перерезать вам путь. Однако этого не происходит. в начале каждого уровня пушку с предыдущего у вас забирают. Пять, четыре, три-два-один взрыв, блядь. В обучении тоже сначала говорят, что Марита Марк-1 не берет непробиваемых жуков, но потом говорят, что у каждого жука есть такое место, куда его можно убить из обычного ствола. То есть что-то странное. Сначала, то есть говорят, что не пробить, а потом говорят, ну вообще, блядь, если очень хочется, то как бы можно. Давай следующий ряд. Не бойся, не подорвешься. Мины ловят сигналы датчиков скафандра и не сработают, пока ты близко. Обрадовал. Готово. Возвращайся назад и установи энергоблок на место. Почему тут люди покоцаны? Что, без меня уже война прошла? Кузнечики, кузнечики. По крайней мере, он улетает отсюда, ебать ты тролль. Ах ты, ёпта, всё-таки, всё-таки пулемёт. Твой единственный путь к спасению, так что берегите его. Мне сейчас так понравилось, что я единственный, кто реагирует на то, что на прыгунов на этих. Остальным как-то всё равно немножко. Ну вот это, по-моему, точно, блядь, один-единственный раз за всю игру. А, нет, ещё где-то надо будет танкера расстрелять, по-моему, что-то такое. Видите, их даже вдалеке можно расстреливать, то есть нету скрипта, когда они неуязвимы. Но я единственный, кто стреляет. Что за звуки-то? Как будто самолёт прилетел, нет? Я установил три бомбы, они взрываются уже двадцать восьмой раз. Прикольно, да? И вот большинство миссий в игре, вот они вот такие, там, где-то в засаде отсидеться, что-то вот надо сходить куда-то, что-то притащить. То есть, в принципе, уровни довольно интересные. Есть, конечно, пара говённых, которые бесили, вот опять же, где надо этого архипаука, блядь, убивать, там, и снайперки в глаза ему какие-то стрелять. на передней стене остались без сержанта. Принимай командование. Ёпту мать, а что? Они, блядь, сами не знают, что надо стрелять, что? Я немножечко застрял. Ура. Падение с высоты не отнимает здоровье, гравитация, все дела. Пять, четыре. Но они как бы не дают просто сидеть тебе за пулемётом весь этот гениальный бой. Пять. Пять. Не очень понятно, как работать. Схожие ощущения были, когда «Властелин и колец» проходил, где надо было стену эту охранять. Как она там, блядь, называется? Я настолько не фанат, «Властелин и колец» что-то даже не помню. Мина стирит, наверное. А, или кирит. Ай, хуй его знает. Ну, где надо было стены сбрасывать, эти лестницы сбрасывать. А насчёт этого, то есть, и было непонятно, на какую кнопку это делать, и как вообще. То есть, и многие угорали с этой миссией, будучи не в курсе того, что надо просто сбивать эти стены. Эти, блядь, лестницы, ё-моё. То есть, просто захлёстывало. Орки захлёстывали волной. Всё. Пока я, блин, пиздел, этих уже убили. Ну, давай, высуню ещё свою хлеборезку сюда. У них многократные численные преимущества. Да ладно. Никогда бы не подумал. Жаль, но мы потеряли эту заставу. А, только сейчас это поняли, да? Высылай бомбардировщики, чтобы вы продержались до прибытия спасательного катера. Застава 29. Застава 29. Орёл на связи. Не мог ли он заранее высылать свои бомбардировщики? Сообщите координаты цели. Приём. Иди к передатчику. Как только окажешься в радиусе его действия, он считает твои координаты и передаст их бомбардировщикам. Да, хуй с этими стенами. Правильно. Связь установлена. Оставайся на месте до окончания передачи данных. Да тут полный пиздец. Ты что, охренел что ли? О-оу. А я в домике посижу, я ебал. Нет, там ещё стоят на стенах бойцы. Непонятно, почему пауки их правда не съедают. Тут у кого-то, видимо, мусульманская часть молитвы настала. И он не воюет, он сидит и это молится. Надо было ещё коврик под него поднарисовать было вообще угарно. Такое ощущение, что я его защищаю. блян. Пять. Передача остановлена. А, я прям вообще около него должен стоять. Ёп твою мать. Ну, вроде никто не умер всё равно от этого. Ёбушки-воробушки. Опять. А у тебя там чё, пушек нет на самолёте, что ли? Даже хера узнает, сколько этих парагунов. Пауки почему-то меня не атакуют, пока я стреляю с пулемётом по парагунам. Дэшку прорядить их ряды, чё-то их тут совсем много. Это Орёл. Заткните уши и наслаждайтесь салютом, парни. Заткните пальцем жопу, ёптая. Давай быстрее уже, нахер. Салютом, блядь, наслаждайтесь. Я уже с пулемёта всех убил. Я победил. А, 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 вот они, ебанические спецэффекты 2005 года. Взрывы имени Кристофера Нолана. Чё ты делаешь, ублюдок? Привет, мальчики. Ну-ка, скажите здрасте катерку под названием Спаситель задниц. Пять. Четыре. Мне так Машеньку сейчас напомнило. Странно, по-моему, я на счёт три кинул, блядь, она взрывается почти сразу. Это же танкер, будь, он не лазит. Блядь. Игра свернулся. Уничтожь танкера, чтобы она смогла приземлиться. Она, конечно, сорви голова, но всё ещё в своём уме. А чё, никто не стреляет-то? А, стреляют всё-таки. Не очень понятно, каким хреном он уничтожен. Уничтоженый панцирь, целься в голову. Мне кажется, всё-таки, что надо было его из пулемёта, блядь, логичнее уничтожать. Пошёл нахер. Вот, и непонятно, пробиваешь ты его или не пробиваешь, и вот такие вот эти вот альфа-жуки, они вот все вот такие, блядь. Такое ощущение, что пиздец, он всё огнём засрал. Естественно, блядь, что персонаж настолько дистрофичен, что он не может перепрыгивать ящики, блядь. Сука, я попробую сейчас в натуре на вышку залезть. А, лестница перестала работать. Он, видимо, сука, вывел её из строя, из строя механизм лестницы. Я припоминаю, что Джон Рико как-то гранатой убил, блин, этого жука. Может, мне тоже так сделать надо? Сука, получи. Биллиардным шаром. Да. Ебанистика, конечно, полная наступила. С приходом жука. То есть, мало того, что, блядь, он тут огнём поливает ещё и эти пидоры со всех сторон. Вот и хуй его, как бы, знает. Чё, правильно, блядь, ты делаешь неправильно, что ли? Я его уже даже не вижу. А, он ещё и лапу не бьёт. Ахилки где-нибудь лежат? А, хуилки тут где-нибудь лежат. Отлично. Опять типичный бросок гранаты. Нихуя не взрывается почему-то. Уровень, уровень броска гранаты Майкл Джордан. Чё-то они ещё помнят этот Майкл Джордан хоть. Зачистить посадочную площадку, не теряя времени. А, вот, последние две пули, и он сдох всё-таки. Отлично. Так это его морда такая, или у него жук тут, блядь, сдохлый, под носом? А, жук. Отлично, мародёр, запрыгивай на борт, пора возвращаться домой. Ну и сколько нас выжило, блядь, в этой мясорубке? Трое? Отлично. Тройной день рождения. Да. Ещё один танк. Хорошо хоть второго, блядь, убить не заставили. Ну, в общем, на этом можно заканчивать, я думаю. Ну, повторюсь, что игра, в принципе, годнота. Вот, для своего времени, вот, реально, вот, игра, которая может запомниться, да, и есть чем запомниться. Это Star Troopers, Starship Troopers, Trippers, ёптать. Вот, короче, для своего времени это 10 из 10, однозначно. Так что, если не играли, в принципе, и вы, не играв от Рочер, можете поставить погонять. А так, пишите, жмите, я... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok